Песня, которую я, как бы, не люблю, но она нравится моей маме, поэтому я ее запомнил. Называется «Журавлик». Некоторые поэты проклинают меня за первую строчку. Но она не вот так вот нарисовалась, она вот так. Из наших больших говнищ, гляжу я нетрезвый смерт, не то чтобы слишком нищ, а в простенькой вере тверд, что спустится вниз ко мне журавликой по серне, ногами в сырую грязь. Еще меня сторожась, может, все-таки подойдет, не пряча худых колен, и хлебный мякиш возьмет. Прости, синячка, не в ту ладонь, ты притала и мой огонь. Горит, но греет, увы, и тваль, а вздор уносит туда, где вдаль. Летит, мой журавлик, небесный корабль. Уносит из рук тепло, под серым его крылом, и здешних таких планет недостижимый смерт. И все танцуй конный нос, сую я в калашный ряд, не то чтобы не дорос, а попросту виноват. Хотя бы тем, что едва, родившись, уже принес, какую боль, что слова мне подобрать серьез. И с болью обручена, безлинная моя речь, не ранить обречена. Не бы уберечь, беречь, он снова укрыл горсти, Синицу от вьюга льда, шепчу ей «Прости, прости, прости». Я должен идти туда, где шорох упругих кровь, напомнит мне, кем я был. И стану я злучий звезд, и буду я певчий трус. Прощайте все, кто любил меня, Своей осенней струной звенят. И чудо рядом летит со мной, Последним счастьем журавлик мой. Летим он журавлик, небесный кораблик, Уходит из рук тепло под серым твоим крылом, А здешних таких планет не достижит свет. Музыка сказками сейчас я вам спою из них если называется три ивана дело в том что когда-то я вообще не умел гитару настраивать сейчас немножко научился и опять разучился потому что появились приборчики которые позволяют настраивать и без слуха а когда-то я вообще очень было с этим плохо у меня я каждый раз и настраивал по-разному как-то так получалось что была вот тональность которая близкая к ля и было видимо какая-то еще тональность и вот одни песни вот я пил в одной тональности других другой а теперь поскольку я все время в одной тональности пытаюсь играть некоторые песни очень сложно не очень дрожь у старой ведьмы за столом сидит ивашка из-под рубахи и светятся коленки старуха зелье размешала в чашке будет огонь лопата ждет обманут обманут ивашка и сейчас умрет на веки но может быть из банокурьих ножках заскрипит от боли припомнив припомнив как птицы в гнезде горели она ивашку выпустит на волю покуда ведьма шепчет заклинание спасется он но это лишь догадки а также печь своим погрубым овкам не спеша бигает по мураве скребет куриный угоц у ведьмы изо рта слюна стекает у ведьмы изо рта слюна стекает малыш доверчиво берет баранки но лучше я сейчас глаза закрою а на печи иван дурак лежит и даже вуз не дует еще не выросли усы он молод еще кукушка долгих лет кукует еще кольцо на пальце у царевны еще он не был никаким героем все впереди ночной дозор полет за птицей чудесной с полуконьком невиданная дружба царевой службы прелестник чудесный огонь руки и третье испытание директор жестокий плен неожиданный но горбунок полюбит сам прекрасную девицу и обернется принцем сбросив шкуру девица им конечно же пленится а споют им трупы а Ивану дудки он навсегда останется уродься а серый волк несет Иван царевича домой так нежно как будто сына от злоя по крови по крови по крови мучей на горячей снежной зимой кричала бабка Павел духом что будет сейчас их маленький царевич смеялся царь царица плакала еще никто не ведал что их последующий лежит дорога где у нас туда будет жить а следом себе любовь но для того придется в короткой схватке зарубить двух братьев несет собак задих и на цареве и на цареве будто спит на холке но белые руки холоднее снега стрела колютная дрожит и волка прервется бед лишь у крыльца золотого царь пошатнется захлепев на сына надо не плачь малыш я перепутал как обычно все на свете и непременно маленький не ваш как ягу оставить с носом на монете царевич профиль свой уверенно верчит от счастья даже конь седой заклачет да да теперь я вспоминаю вышел женихом завидным Иван дурак и поумнел изрядно царевна вскоре повесла обидно наверно сделалась коню умчался зиме за три девять на лу зеленый но вот опять ни то ни так ни там ни сям ни была не в жилу да что жена в конце концов задела до тех до сказки есть такая женщина зовут ее Маша Махова она живет в Иваново и она господи как же это называется дом детского творчества в общем педагог дополнительного воспитания это же все знают она занимается с маленькими детьми да я в душе знаю но не всегда умею о том как вы говорите и и она я нашел ну случайно просто макнулся на ее стихи в интернете и как-то они вот уже на сердце я как-то сразу сел и буквально за пару часов написал ответ и потом нашел даже ее адрес мы списались и отправил записал там как мог на микрофон и она мне разрешила петь вместе со своим со своим текстом оказывается что она тоже поет не тоже да она поет и очень известный просто очень большое количество прекрасных стихов по сухобородам помню прямо только бы удержаться по сухобородам и и и по сухобородам и Реальность наша с любого края Летит то ли вверх, то ли в яму Мама, ты слышишь, в меня стреляют Разбуди меня, слышишь, мама? Не слушают, мама, не слушают, мама Нас добивают солны Без льва нет, ни души не справа Мы умираем с ума В шесть сорок девять иные ритмы приходят Иная скорость В шесть сорок девять конец молитвы Обончен красивый обыск Мама, смотри, над моей постелью Разорвана карта мира Мама, я стану собой метелью Хриповик из эфира Танцом по обречённый завод Бывают пожары в югах Мама, ты чувствуешь этот запах Это сужение круга Мы не успели противоядья Против этого штамма Не просыпайся, господи ради Не просыпайся, мама Она слушает, мама, слушает, мама В общем, если у кого-то будет желание В интернете её можно найти И как поёт, и как пишёт И как она с детьми занимается У неё там замечательные истории И просто Из какой-то её жизни И в интернете я дошёл Тоже отдохнулся, а случайно По другую девушку поэту Вообще, говорят Старое поколение Жалось, что вот Поэзия кончилась Литература кончилась На самом деле Огромное количество Талантливых людей И поэтов И просто Их так много, что невозможно Всех знать Сориентироваться Очень сложно Потому что Огромное Ещё большее количество Естественно, в интернете Просто всякого мусора А сайт стихи.ру? Ну, в том числе Там Это такое как бы место Где многие Как бы свои стихи Кстати, я до сих пор Не запульнул Оно как бы Отправлено на хранение Как бы Камера хранения Но зато там Там всегда можно Ну, почти всех найти Легко ищаться Девушку зовут Люба Колесник Если Маша Моя ровесница Примерно То Люба младшая И у неё Были такие стихи Ну, понятно Кому она обращается Юра, мы все поехали Зря ты на нас махнул Не двойперстно Рабочие крестьянские Горстью Тебе хорошо, ты умер А мы тут Коптим страну Одну шестую Шестёрки Шестерни Гвозди На нас забивают Чтоб нас забивать в гробы Ты видел, горы лысеют Леса Редеют Юра, мы рассчитаны На, если бы да кабы На работу за хлеб И родение За идею Участь и совесть Горят в голубом газу Вот она гибель весомая Налетая Ясно как то Что врет на голубом глазу Девка из телека Стонущая Улетая Юра, ты правда Ты правда видел Ты правда видел Нет же там никого Юра, ты должен знать Тебя тоже по сути нету Почему же так погано Страшно так Отчего Юра У тебя там Блад Попроси тормозу Планету Ну и я написал Такой вот текст Улыбайся, Лювар Так, наверное Чуть-чуть Повыше Улыбайся, Лювар Бови свой смешливый рот Свои слезы Оставь Для ничьих Где тень Я лечу Над твоей планетой Который год И никак не могу На посадку Забрать Костей На великих болотах Мощными цветами Газ Миллионы Манит Где в тяную Глубь Те, что раньше С небес Не сводили Глаз На кощей Принес я не меч Но мил Я все вижу, Люба Весь этот бред Атеизм святых И святошь Поречу Это правда, правда, Люба Меня здесь нет Но пока ты есть Я лечу Лечу Не завидуя, Люба Какой там блат Я в живых им пользоваться не умел Улетели все, кто там рай Кто в ад Я, как видишь, Люба Не улетел И покуда планета Чудовищ своих косует Хороводом ведет И сама норовит Забыться Держись покрепче, Люба Я тормозил Скажем в эту пятницу Восьмом тринадцать Если не знаешь, что спеть Начни петь по заглавиям по алфавиту Начни с песен на букву А Например, с Армагеддона Это провокация Почему? Это даже вполне серьезно Так, сейчас сделают Где-то у меня была песня Немножко разбавить Про пенсионера у меня была песня Пенсионера и пенсионерку, которая Она вообще про пенсионера Пенсионерка, которая там Ну, пенсионерка Это была последняя капля Дело в том, что я Как-то шел, возвращался Еще, когда на обеля жил Там был такой спуск ужасный И впереди меня Шла какая-то бабулька Воська И вот она там Кое-как там спеблать Причем там некуда даже С этой дороги сойти Там же машины вот эти Ну, и я за ней Кое-как, значит, тоже И вдруг, значит, она Поскальзывается И так вот Ну, афу Короче, падает И я думаю Ой, ну все И не могу подбежать Потому что я тоже, значит Я к ней потихоньку Каду И пока я к ней докрался Бабулька, значит Так Вскочила, значит И опять, значит Дальше Дальше так же Значит, да Об этом время А в машине Значит Ручка Ручка А сейчас ты где ж А сейчас я живу Чуть-чуть ближе к дороге Слава Богу Ну, тоже На том же километре Да Ну, между 9 и 10 Суровый северный пенсионер Выполнить может Любой манер Прошли и детство Его и юность В аттракционах Ледовых улиц Он знает Как надо поставить Новую Чтобы не уходиться В дорогу И как не надо Выставить руки Чтоб не висели Потом Как крюки Пенсионер Детям пример Пенсионер Пенсионер Он знает Как отползти В кювет Чтоб не вышел Уж Чтоб иск Там лет И как И как Сиганут На любой Субгроб Дабы Избегнуть Бампер В лоб И даже Стулуп Совершить Тройной Замит До того Как Двоёй Сплошной Через Дорогу Издавший Джип На остановку Ворвётся Джип Пенсионер Пенсионер Детям Пример Пенсионер 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 И что по моему Что ерёма Пенсионер Он всегда На стрёме Он много Нехилых И веет Гитик Поэтому Всё ещё Не паралитик Поэтому Всё ещё Ищет фарта Между инсультом И инфарктом Кляузы Пишет Им мемуары Времени Нету Сказаться Старым Пенсионер Детям Пример Пенсионер Пенсионер Он не боится Акций Санкций Поскольку С набором Таких реакций Он живет Даже на метеорите Какой Брюс Уиллис Ой, не смешите Выживет Сам И обочит Внуков Что с ним Ни тела И едок Ни сука Исправно На выборы Ходит Ибо Страшно Желает Сказать Спасибо Пенсионер Будьте Пример Пенсионер Пенсионер Да, живущим В серогласике В общем-то Я думаю Особенно Эта тема Близка С нашими Буэрахами Послезавтра Обещают Я послезавтра Субробы Легу Ну Вечер Время Ноября Обычно Наверное Демонстрация Главное Главное Чтоб Не ледяной Дождь Остальное Можем пережить Ну еще Из геологического Прошлого Теперь Была смешная Теперь Будем Романтическая На Красной Горе Очень удобное Оказалось Название Потому что Красных гор По России Невероятное Количество И каждый Может Представлять Себе Что это Именно у него Так получилось Что мы Работали И в течение Буквально Полутора месяцев Даже меньше У нас Получилось Лето Жаркое Осень И зима Все На одном месте На Красной Горе Савдень Жара Улетели Прочь Как Назло Ветра Комары Атакуют В пленящем Горе На Красной Горе На Красной Горе Умирает Последний Летник На камнях Воздух Горел Далеких Пожаров Пропад И горячая Пыль На Орбином Пере На Красной Горе На Красной Горе А на Красной Горе Вода Под облакой А внизу В реке Отпечатки Под Ком И смола Заслывает И гора Заслывает Смолой На Красной Горе На Красной Горе Свет За Солнцем Торопился Радуги Мост Не смущаясь Что на небе Росыпи Звезд И луна Зажигает Огонь В фонаре На Красной Горе На Красной Горе А на Красной Горе Туман Дождь И бараньи Стены Убегают В ночь И рубины Углей Догорают В костре На Красной Горе На Красной Горе Все Все Крова И закаты Все Ночью Тельней И Роса Поутру Холодней Холодней И природа Уже Не в деличьей Паре На Красной Горе На Красной Горе А на Красной Горе Шальный Судопад И какая-то Парса Поет И в попах Обмороженным Горлом Хрипят На Заре На Красной Горе На Красной Горе Прижимаются От самой Земли Небеса Отнимая Тепло И худая Небеса Прибегает К огню Замерзая В норе На Красной Горе На Красной Горе А на Красной Горе На Цой День Жара А на Красной Горе Туман И дождь А на Красной Горе Шарой Снеговая